Генерал-майор Юрия Прокофьева Может быть дестабилизация обстановки на украино-российском кордоне, как вы думаете? Существуют ли угрозы в конце концов военного вторжения? Я очень уважаю товарища Борубия, наблюдая его всю работу, период Майдана. И скажу, это человек, который не нуждается уже в академиях. Потому что три месяца Майдана в такой остановке, она может приравнять к любой военной академии. Поэтому очень приятно, что очень правильная аналитическая оценка. Очень правильная аналитическая оценка. То есть вы считаете, что может быть дестабилизированная ситуация? Да, если вы не возражаете, я хочу маленький такой сделать. Я больше того вас прошу это сделать. Короткий, как говорят науки, нужен быть исторический объект, состояние вопроса и перспективы, что делать. Я могу хорошо очень судить о Крыму, потому что в 92-м году, входя в ОРГ-ЯДРО, создавая Министерство обороны Украины, я приводил к присяге морской, морские силы, которые там находятся. За два месяца удалось привести к присяге два морских училища, Симферопольское училище, офицерский класс. Это больше половины офицеров. Но шло точно вот такое же давление. Дважды стреляли у меня и так далее. Но мы победили, привели к присяге. И нынешний министр обороны, в то время капитан третьего ранга Игорь Тенюх, участвовал в этом. Поэтому он тоже очень хорошо это понимает и своевременно назначен, что позволит выйти с этого сложного положения в период разваленных вооруженных сил, СБУ, МВД. Все эти структуры сейчас у нас развалены, их срочно приводят в порядок. Это руина, да? Нет, уже все сорганизовывается и приводится в порядок, но это не так просто. Основная угроза заключается в том, почему я так рано посмотрел, что мысль оторвать Крым и вообще потом постепенно всю Украину, она была с самого начала приобретения независимости после референдума в декабре 1991 года. С самого начала. И мы это хорошо знаем, те, кто о мне довелось и координировать спецслужбы, и самому быть в разведке в свое время, не только в образовании. Вся эта информация была. Но мы почему-то стеснялись говорить. Братская страна никогда нам не говорила и не хотела дать данные, сколько химического оружия захороненного Крыма, который мог сработать в любое время. Более того, во время учения они регулярно выбрасывали, хоронили боеприпасы в нужных местах, создавая это все дело. Ну а сейчас просто я вспомнил Черчилля, который в 1945 году сказал, что в будущем фашизм будет себя называть антифашизмом. Я думаю, скромность, мы должны от нее отказаться. Это чистейшее проявление фашизма. Со всей гибберсской пропагандой, со всеми делами. Ну вот простой пример. Вот сейчас у меня на айпад пришла информация с Крыма о наших людей. Кто такие наши люди? Ну ваши. Да, наши люди это просто мы несколько генералов. Причем с разных служб. Это с ПГУ, это бывшая разведка КГБ. С СБУ, в том числе называемый вами наш мой уважаемый друг Таич Скибинецкий. Это еще ряд товарищей, которые не сидим сложа руки. Весь период Майдана мы давали информацию в комитет. И, кстати, к сожалению, она подтвердилась. И вот сейчас. Кто такие вот эти люди с нормальными нашивками, которые нет опознавательных знаков? Ну все прекрасно понимают, что это хорошо подготовленные спецназы. В чем опасность? В том опасность, что и российский флот, если по закону и по логике, вместе с нашим флотом должен бороться с терроризмом, а не с оборонами, какой-то оборонно-самоотряды обороны на бронетранспортерах, с пулеметами и так далее. И их уничтожить. Почему-то российский флот не трогает, он благоприятствует, а трогает нас. Значит, это уже просто, ну что это, разве не гебберская пропаганда? Чистейшая воды. Но дальше возникает опасность в другом, о чем я хотел бы просто предостеречь. Не дай бог, я не критикую. И я, кстати, своих коллег, которые критикуют на телевидении, я говорю, так, ребята, если у тебя за три дня ты сможешь в разваленном министерстве или службе навести порядок, то тебе памятник при жизни поставят золотой. Поэтому не надо критиковать, а надо посмотреть. Смотрите, они захватывают форму украинскую. Дальше. Два дня последних идет захват зенитно-ракетных частей. Что это означает? Одинут украинскую форму, шибут гражданский самолет, или не дай бог военный, там мы недалеко знаем есть, вот, любой страны. Гражданский самолет. Скажите, вот видите, какой беспорядок в Украине, они не могут справиться с этим делом, и пошло это дело. Это один из таких последствий. Ну, Гейдрих, это фокус, это глядится, предел. Да, совершенно точно, совершенно точно. То же самое я могу сказать и подписаться, если кто-то возмущен, пожалуйста, что все флаги вешали. Это спецслужбы России. В смысле российские? Российские. Я преклоняю голову перед журналистами. Почему? Я считаю, это тоже той разведка, только действует другими методами. Они дают объективную информацию. Смотрите, наши журналисты сейчас, на данный момент, опережают спецслужбы, что молодцы. Почем они опережают? Я вам просто доказываю. Простой пример. 300 человек без вести пропавших. Никто не может докопаться по понятным причинам. Я знаю, что журналисты докопались, что на Байковом кладбище, крематории, сжигались неопознанные трупы без голов. Ну, это понятно, для чего делалось. Я думаю, если сейчас активно и быстро поработает МВД и так далее, то будет ясно. Потому что я, скажем, эту информацию не могу легализировать, а вот журналист тоже не может. Нужно поработать, будет ясно. Второе, что касается фашизма. Я обращаю внимание, вот этих 300 человек уже есть съемка, я видел, не помню, на моем канале, когда несут труп без головы. Как несут? Спокойно один курит и так далее. Я ничего не хочу сказать. Я не думаю, что это наркотики, но мои коллеги знают, что такое психотропные вещества, и для чего не даются спецназы. На этом месте, с вашего разрешения, мы поставим три точки. Мой коллега Богдан Кутепов, которого вы только что похвалили, он сейчас в Симферополе, насколько я понимаю, там какая-то демонстрация происходит. В Евпатории, прошу меня извинить. Там какая-то демонстрация, и кричат слава Беркуту. Молодцы! Дорогие товарищи, дорогие товарищи, выступления окончены. Предлагается вашему вниманию проект резолюции общегородского митинга народного движения «Новый Крым». В настоящее время... Прошу прощения. В настоящее время в автономной республике Крым, и в городе, и в Евпатории, сложилась напряженная общественно-политическая обстановка. Нелегитимная власть в Киеве обрушила народ Украины и Крыма потоки грязной лжи и провокаций. Но большинство епатарийцев, проявляя бдительность, подчеркивая бдительность, мужество и стойкость, не поддаются на лицемерные уговоры турчиновско-ясынюковских авантюристов, пришедших к власти путем государственного переворота. Епатарийская община, выражая свою гражданскую позицию, выходит на митинги протеста. Однако митинги зачастую носят стихийный характер. Вместе с тем, горожане глубоко возмущены бездеятельностью местных депутатов и лично городского головы Даниленко Андрея Петровича, которые не оказали никакой поддержки своим избирателям и не проявили свою гражданскую позицию в этот сложный час. Исходя из сложенного, учитывая сложившуюся обстановку, наш митинг постановляет первое, объединить все общественные организации и движение в единую структуру под названием Народное движение «Новый Крым». Второе. Для решения задач, стоящих перед движением «Новый Крым», утвердить координационный совет в количестве 11 человек. Список избранных членов координационного совета прилагается выразить внимание, выразить недоверие городскому главе города Евпатория Даниленко А.П. Голосуем! Кто за? Против? Поддержавшийся? Принято и ненагласно? Я вас поздравляю! Я выражаю вам свою признательность, нашу общую признательность и благодарность за то, что вы нашли время и пришли на наш митинг, который нас объединяет всех. Таким образом, объявили отставку городскому главу Даниленко. Товарищи, после окончания митинга прошу всех владельцев личных автомобилей, которые хотят принять участие в автопробеге по городу Евпатории, подойти. Богдан Кутепов рассказал нам о митинге в Евпатории. Его участники, как вы только что видели и слышали, призвали не подчиняться киевской власти. Юрий Прокофьев, генерал-майор в нашей студии. Прокомментируйте вот эту картинку, пожалуйста. Зачем люди себе набрасывают веревку на голову? В прямом смысле на шею. В прямом смысле это... Это же убить экономику Крыма и разрушить основы своего кота благосостояния в том виде, в котором оно есть. Я как раз об этом сейчас и хотел сделать следующий посыл, потому что, опять, надо посмотреть, кто там стоит. Там ясно, что это срежиссированная вещь. Они даже пытаются дублировать те элементы, которые делал Майдан, допустим, там Автомайдан и так далее. Но вот у меня как раз на Айпаде прислали друзья из Крыма. Они так немножко промониторили. Я не могу сказать, что это там серьезные срезы, но они взяли три категории. И в том числе я позвонил нескольким товарищам по старой связи, по заводам Феодосии и так далее, военно-промышленного комплекса. Значит, как настроен народ простой? Вот то, что мы получили. Во-первых, нет даже речи о присоединении к России. Только к Украине. Но есть большая критика, о которой я скажу ниже. Это один срез. Второй срез, который провели интересно наши, мои коллеги, это по руководящему звену. То есть районного масштаба. Депутаты и так далее. Вот те ребята говорят, нет, мы против России, но Крым должен быть самостоятельный. У нас есть нефть, газ, и мы должны доить Украину и Россию. Есть и такое мнение. Ну, хорошее мнение. Хорошее мнение. Хорошее мнение. Добрый телят, две матки. Ну, а кто говорит простой народ? Кстати, это много совпадает и с моими мыслями, что плохо поддерживается там, кто в Крыму, воинские части, что нужно направить немедленно усиление, мы на своей земле должны защищать. Второе, говорят о том, что не видят там политиков, кроме Порошенко и... Ой, Господи, кто же там еще был? Ну, был человек, с которым у нас всю жизнь были расхождения, он был моим начальником, это Кузьмук, потом не был моим начальником, с которым у нас абсолютно разные взгляды. Но я приветствую, что он поехал в Крым на Перевальное, это бывший министр обороны, Кузьмук. Вот, а все, но этого недостаточно. Надо там депутаты, надо политики, проезжаются в ОСЕ, а наши, вот это тоже ждет народ. Да у нас тут, извините, что позволился вас перебить, у нас тут вал московских людей, которые, компетентных, да, адекватных, которых воспринимает русскоязычная часть УГР. Мы не можем добиться, чтобы им открыли зеленый коридор, чтобы они приезжали, говорили, что они думали. Вот, это нужно делать обязательно. Кстати, я когда привел к присяге, я это и делал. Я шел, говорили, ты бендерец. Я говорю, да, кто не бачит, что я бендерец, я вот, я такие, но давайте подивим, кто что варти, кто что срубил, кто что может, и так далее. Вот, вот это, я думаю, пробел надо восполнить. А мои вот предложения, вот на выход, это не мои, а даже вот наши группы, да, которые обработали эту информацию в течение трех месяцев, и даже наших коллег западных стран тоже держим контакт. И с той же Россией, там есть тоже очень много хороших, вот, он говорит, первое, надо перекрыть сейчас границу с Россией, то есть максимальный пропуск сидит только бизнесмен, и с Крымом, политик, да, для того, чтобы не проникало столько, с Крымом тоже перекрыть границу, фильтр сделать, Фильтр. Вот, для того, чтобы отсеять спецназы, десантников, ну, то, что мы называем тетушек. Да. Тетушек таких, это... Второй пункт. Второй пункт. Мы знаем, что такое кровь. Я вот сейчас, мне снится Югославия, Ливан, Ирак. Вот. Разрушение это все. Если есть такое рвение у народа, Игорь Тенних, я знаю, он сейчас оценил эту ситуацию, ему очень тяжело. Военкоматы разрушены. Записать людей, это мало. Я считаю, надо провести, вот то, чтобы выполнить то, что говорил Порби. Что сделать надо? Да, сделать две вещи. Не просто отмобилизовать армию, а начать отмобилизовывать без выдачи оружия. Потому что за не сутки мы это не сделаем. Посмотрите наши границы. Второй пункт. Часть внутренних войск, часть охраны Майдана, плюс студентов, забрать и сделать национальную гуарду. Есть Коля Мельник. Я об этом две недели говорю уже. Генерал, но я извиняюсь, он такого же возраста, как я. Я ему помогал, он мне помогал, кстати, в Крыму. Он создавал национальную гуарду. И причем удерживает, что студенты потом не полезут под пули. Это не значит, что ему выдавать оружие. Я понял. Поставить командирами не хватает, можно курсантов, старших курсов. Да, афганцы есть, в конце концов, прекрасные. Афганцы, и другие сочетания. И делать на сегодня. Третье. Надо подготовить на границах инженерных, чтобы элементарно эти броники не поползли сюда. А это сделать нетрудно. Как военный человек, я говорю, сейчас и народ будет в пределе, и увидит, что чем-то занимается. Четвертый пункт? Четвертый пункт. Каждый день, три раза в день, а МИД сохранился относительно, потому что там был языковый барьер, кто попал в притяне Бога. Что должен взять МИД? Он должен каждый день давить. Мои коллеги со стран НАТО и с Америки, ну, одно я могу назвать, умели Петро Кравцев. Знаем такого. Знаете такого. Он делает свою работу. Он советник. У них же не так, как у нас. Ушел и забыли. Значит, НАТО работает с этими целевыми группами. Понял. Потому что это будет переброшено, опять, черча на слова скажу. Чтобы на этом закончить. Очень простые. Что он сказал? Мы потеряли честь, уходя от войны. Но в итоге, в итоге, и честь потеряли, и войну получили. Да. Он еще также говорил о том, что... Ну, вот я не очень точно сказал. С вашего разрешения, последний вопрос. Уже времени совершенно, как бы опять, уже смотрю, пять часов. Как долго Россия технически сможет удерживать эту группировку в Крыму? Снабжать ее? Мыть, кормить и так далее. 16 тысяч человек. При разумном нашем подходе, при разумном нашем подходе, потому что электроэнергия, вода, все идет через нас и так далее. Учитывая, что они собрали всю элиту, что могли, даже из Чечни, я думаю, недели две, это их потолок. В таком виде. Да. В таком виде. Если не организован, там будет полнокровный мост и так далее. То есть, как положено, вот, по агрессии. Ну, опять же, начнут водку пить, девушки, летний сезон. И пошло... Еще был бы вопрос, если можно совсем коротко. Фактор крымских татар, как вы оцениваете? Я оцениваю, понимаете, Берят Богдана Хмельицкого всегда были союзниками. Работая в Крыму, я скажу, мне очень большую помощь оказали. Кстати, я не помню, сейчас фамилию журналистки была татар. Не важно. Она со мной шла все два месяца, не отходясь. Одного я помню, еврей, это был на телевидении. Только без еврейского вопроса сегодня я вас прошу. Потому что так как они так называемые национальные меньшинства, я ненавижу это. Так как они себя показали во всей ситуации, просто шляпу снимаю, если бы она у меня была. Татары молодцы. Молодцы татары. На этой радостной ноте я благодарю вас, господин генерал, за то, что пришли. Всегда будем рады видеть в нашей... Спасибо огромное. Юрий Прокофьев, бывший первый заместитель секретарства национальной безопасности и обороны, был гостем нашей студии.